Path of Exile Привет Традиционно немного о себе Кто такой, откуда, как пришел в Поя, почему именно Поя И наверное самый главный вопрос, который интересует многих твоих поклонников Есть ли у тебя алтарь для поклонения Святому Крису? Вопросов много, но на самом деле мне их так часто задавали, что я уже привык на это отвечать В Поя пришел давно Но изначально я начал стримить на Твиче с Диабло 3 У меня, не знаю, у меня с детства почему-то огромная любовь к РПГ присутствовала Я большую часть времени в них играл, иногда в ММОшки И когда Диабло 3 стало загибаться Я услышал про то, что выходит локализация Path of Exile на Горене Решил попробовать И вот, собственно, спустя несколько лет Фулл-тайм стример Поя и совсем не пожалел о переходе на самом деле По поводу алтаря Я не знаю, откуда это пошло Но все почему-то думают, что поешеры очень суеверные люди Мне кажется, это связано с тем, что у нас столько рандома в игре Что иногда начинает казаться, что есть какие-то причины Какие-то боги, которые на это влияют У меня там даже есть старые видосы, где я какие-то алтари строил Так что да, такой мем существует Но, наверное, это больше мем, чем реальность, конечно Ну, я надеюсь, ты не воспринял этот вопрос всерьез Это просто just for all's, так сказать Ну да Зачастую многие у нас в комментариях В качестве упрека к той или иной подборке MMORPG игр Спрашивают, а где Поя? Почему нет Поя? Давай раз и навсегда объясним, почему Path of Exile не MMORPG И тогда уже заодно скажем, что это и как оно все там устроено Быстренько так Ну, вообще, на самом деле, мне кажется, что в последние годы В онлайновых играх грань стирается немного И у каждой игры MMORPG элементы начинают присутствовать и добавляться в большом количестве Но Поя это не MMORPG Причем я сам MMORPG люблю, я был бы рад, если бы больше элементов MMORPG появлялось Но разработчики все-таки двигают в сторону больше такого сингла с элементами онлайна Ну, кооператива, скажем, наверное, больше Ну да, да Поэтому это определенно, если вы играли, например, многие, наверное, в Diablo 2 или в Diablo 3 играли Вот это примерно такой жанр, только здесь постоянно все меняется Постоянно апдейты, патчи и очень много контента Но при этом какой-то core, то есть вот ядро остается То есть вот есть эта сюжетка, которую ты все-таки проходишь как бы раз за разом, насколько я понимаю Ну да Но опять же, например, даже сюжетка Несколько лиг назад У нас обозначение такое лиги Это примерно трехмесячный период, когда все обнуляется, люди стартуют заново Поэтому я уже привык так говорить, говорю для тех, кто не разбирается Лига — это, по сути, новый сезон И вот буквально несколько лиг назад в поде, в том числе и акты все очень сильно поменялись Это такая игра, в которой через несколько, ну там, скажем, через год ты приходишь Она уже настолько изменилась, что ты можешь половину не узнать И это, кстати, основная причина, почему она мне нравится И почему я столько в нее играю В чем секрет Path of Exile, как ты считаешь? Почему ей удается на протяжении стольких лет удерживать аудиторию? Я думаю, что дело вот как раз в этих регулярных, постоянных апдейтах Разработчики вышли на график, в котором они каждые три месяца стабильно Причем комьюнити к этому уже привыкла Стабильно выкатывают большой аддон с кучей изменений И у них даже по онлайну это заметно Потому что каждый раз, когда выходит патч, онлайн сильно подскакивает Потом он, ну, проседает постепенно, постепенно Люди начинают ждать новый патч И вот такими вот качелями это и происходит Я думаю, что дело в большом количестве контента Который делается И определенно стоит упомянуть, что талант разработчиков Потому что я поиграл в много игр, скажу честно То есть я с детства, сколько себя помню, я играю в игры Я ни в одной игре не видел настолько талантливой команды разработчиков Которые постоянно что-то новое придумывают Причем люди могут подумать, что я это говорю Потому что вот я там стримлю боя, да И... Занесли! Да, но на самом деле Причина, почему я играю в боя Это вот как раз то, что я говорю Потому что она мне очень заходит И для этого есть причины определенно И вот за столько лет прям не было такого, что Ну все, enough for me Ну просто этот цикл Когда выходит дополнение Три месяца лиги Первые где-то два месяца, два с лишним Я плотно в ней играю А потом можно отдыхать Он хорошо работает И что самое интересное Если, например, в конце третьего месяца Перегораю немного Или мне уже становится не так интересно Каждый раз с новым дополнением Все как будто рукой снимает То есть вот сейчас у нас как раз совсем недавно был анонс И у меня опять лютый хайп Я жду старта лиги Она скоро уже будет Ну, видео, когда мы опубликуем Лига уже стартанет, я думаю Не считаешь ли ты, что поя в своем нынешнем состоянии Скажем так Стала слишком большой и неповоротливой Иными словами, она обросла слишком большим слоем механик Да, есть такая проблема Я про это несколько раз говорил Проблема заключается в том, что разработчики стараются Каждое дополнение сделать каким-то необычным Запоминающимся и не похожим на предыдущие Из-за этого им приходится постоянно делать что-то отдельное Они не могут, например, выпускать патчи И продолжать какую-то линию Сюжетку или развивать какую-то тему Каждая лига это по сути что-то отдельное Такой пазл И в итоге пазл получается настолько Разнообразный и запутанный Что идет перегрузка контентом Я не знаю, как они это решат Пока что они продолжают по такому же пути двигаться Делать больше, больше, больше Когда-то надо будет остановиться Я думаю, что перезагрузка произойдет Когда выйдет по E4.0 У нас планируются глобальные дополнения Где-то в 2021-2022 году Вот я думаю, там они что-то такое введут Чтобы как-то этот порочный круг завершить уже наконец Ну, слушай, вот отсюда еще один вопрос возникает То есть порог вхождения Есть ли шанс во всем этом разобраться У новоприбывших игроков? Да, на самом деле порог вхождения Это, наверное, самая большая проблема поя В целом, я бы сказал Игра создана для людей Которым нравится, когда много всего То есть если вы хотя бы дерево пассивных умений поя видели Хоть раз Вы поймете, о чем речь Потому что там Обычно, когда первый раз человек заходит и его открывает Там идет либо вау-эффект Либо ужас в глазах И вот если у вас формируется вау-эффект Ух ты, как много всего вот здесь И вот тут еще куча всего И вот там У вас загораются глаза Тогда, скорее всего, игра для вас Если вас пугает большое разнообразие Ну, можно попробовать, конечно В любом случае, я рекомендую новичкам Не пытаться понять всю игру в целом Потому что я играю в нее уже несколько лет И то я не все знаю про нее Постоянно узнаю что-то новое Поэтому берете какое-то узкое направление Начинаете играть И потихонечку добавляете уже что-то Иначе может случиться передоз Ну, у нас вообще планировался отдельный вопрос Но раз уж мы заговорили Может быть, есть какое-то краткое руководство к действию То есть вот к тому, что ты сказал Еще чего-нибудь добавить Для новичков Добавить для новичков от разработчиков? Нет, нет, я имею в виду То есть руководство к действию Ты пришел в игру Вот ты посмотрел Такое-то древо развития Ты, ну, скажем так Подохренел от этого всего Но кто-то приятно подохренел Кто-то неприятно подохренел Дальше-то что делать? То есть я так понимаю Что первое свое прохождение Ты стопудово запоришь Ну да По-любому Тут, в принципе, есть два варианта направления Для людей, которые любят все сами познавать И немножечко страдать Можно разбираться самостоятельно Медленно продвигаться Первый билд у вас 100% будет не очень Может быть еще и второй, и третий Но они будут улучшаться И вы будете чувствовать этот прогресс Если не хочется так сильно во все это вдаваться Можно использовать популярную в Пое тему Гайды Вообще гайд Это самый популярный тег в Пое, в принципе Гайды на билды На прохождение актов На фарм валюты На то, какую лигу выбрать В каком режиме играть Очень много всего Поэтому Если не хочется прям все проходить самому Заходите на форум Или на ютуб Вбиваете там Руководство для новичков Какое-нибудь И вот начинаете от этого уже скакать Но Нужно же учитывать Что если вы находитесь на старте Какой-то новой лиги То Мне кажется Часть из этих гайдов Если не все Они просто пойдут лесом Такая проблема тоже присутствует Да Очень часто Старые гайды становятся неактуальны С дополнениями Ну Единственное, что здесь можно посоветовать Это смотреть на актуальность То есть, например Обычно ставится цифра дополнения Сейчас вот у нас 3.13 выходит Поэтому смотрите Если стоит тег 3.13 Скорее всего он актуальный Иногда люди пишут Старое дополнение Но актуально для следующего Если ничего не изменилось Что у игры с монетизацией? Я так понимаю Это фри-ту-плей с косметикой? Или все-таки в шопе Что-нибудь интересное можно найти? Если постараться С монетизацией на самом деле Интересная ситуация Потому что игра Двух видов существует Для всего глобального рынка Для Европы Для части Азии Америки И у нас монетизация идет такая Что есть очень много косметики И еще можно купить такие штуки Они называются вкладки Это когда у вас В городе стоит сундук В который вы можете Складывать всю свою Там накопленную шмот Валюту и прочее И вот вы можете заплатить Чтобы у вас было больше вкладок Чтобы удобнее все это было Раскладывать Это в принципе полезная вещь На нее можно там Какое-то количество денег потратить Но это не Не настолько обязательно Как могло бы показаться И это в принципе добровольно Однако Есть еще китайская версия Поя Она отдельная И если кто не знает Грандингер Геймс Компания Которая Разрабатывает Поя Она принадлежит Тинсенту А Тинсент это Китайская компания У них там Все немного интереснее Я знаю Что у них там Есть питомцы За донат Которые поднимают валюту Причем они по подписке Там действуют То есть нужно постоянно Обновлять подписку Еще всякие Интересные фишки Но Мы знаем Что в глобальную версию Этого никогда Не собираются добавлять Так что в принципе На эту тему Можно быть спокойным Ну вот кстати Как ты отнесешься к тому Если в поя Или в поя 2 Появятся новые виды Монетизации Например Премиум аккаунты Какие-нибудь бустеры На добычу Или токены На моментальную прокачку О это 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 жаркая тема Потому что Поя комьюнити На самом деле Оно очень Ну такое Специфическое Я бы сказал То есть например Если в какой-то игре Если что-то подобное Введут Комьюнити Немножечко Ну там покричит Повоняет И успокоится Я думаю что И разрабы Это знают Если это ввести в поя Начнется такой срач Что Они думают Что это себе Дороже будет Я могу даже Привести пример Несколько лик назад Гораздо более Щадячую штуку Вводили Пое есть Сундуки С которых Ты получаешь Рандомную внешку Ну это Что-то типа Лутбоксов Ты покупаешь Ты покупаешь Сундук И ты можешь Получить Что-то Но в них Есть Повторы То есть Ты можешь Выбивать То что у тебя Уже есть И многих Это накаляло Разработчики Решили попробовать И ввели Я не помню Как он назывался Но в общем Специальный предмет За донат Который Позволял Тебе Распиливать Уже Имеющиеся Повторы И усиливать Шансы На то что тебе В следующем Сундуке Прокнет что-то Более редкое Да Даже вот за Такую мелочь Их так сильно Засрали Везде Что они По-моему В течении Трех-четырех Часов Удалили Это из игры Так что Я думаю Что никаких Премиумов Не будет И Разработчики Даже не думают Про это Мы Немножко Коснулись Вернее Ну как Я коснулся Path of Exile 2 Поэтому Не могу не спросить Что ты думаешь По поводу Второй части Стоит ли Разработчикам Начать Так сказать С чистого листа Или нужно Учитывать Все то Нагромождение Механик Что было в первой части Ну мне кажется Что Игра уже Дошла до такого Состояния Когда Вот например Я играю в нее Много Я в ней Более-менее Разбираюсь Хорошо Но даже Я уже понимаю Иногда Что это Слишком много А если Это новый человек Который приходит Пытается разобраться Для него Это может быть Слишком Поэтому Мне кажется Что Какой-то Ресет Или какая-то Перезагрузка Вот в этом Глобальном дополнении Будет интересно Это увидеть Да И Что-то мне Подсказывает Что разработчики Думают так же Как по твоему Будет реализована связь Между классической Пасов Экзайл И второй частью И будет ли она вообще А ну мы это уже знаем Точно Потому что нам Рассказывали Получается Они собираются Сделать Вторую сюжетку При этом Первое Все что есть В первой части Оно останется И ты сможешь Выбирать Ты можешь прокачивать Персонажа Через вторую сюжетку Либо через старую При этом Во второй сюжетке Будут свои классы Свои подклассы Но когда Вы заканчиваете сюжет Вы все вливаетесь В один эндгейм То есть У нас идет Разветвление Но в конце В эндгейме Все снова будут Собираться вместе И смогут Так же проходить Все дальше А что будет С теми персонажами Которые были у тебя В классической версии С тем донатом Который ты вливал Придется заново донатить? Нет Все остается Это кстати тоже Очень популярный вопрос Я и на стриме На него часто отвечал Они все оставят Все это переходит В 2.0 Точнее в 4.0 Интересно Какие то они Совсем не жадны А кстати да Потому что Я помню даже Генеральный директор Крис Уилсон Как то говорил Фразу в стиле Когда у него там Спрашивали на тему Там продаж вкладок Или почему они там Не пилят внешки В момент Когда бафают обилку Он сказал Что нас прибыль Не особо интересует Мы думаем не про прибыль Мы думаем про то Чтобы сделать хорошую игру А прибылью там Отдельные люди занимаются Но они там где то Сбоку сидят И в общем Это не основная цель Определенная Еще один я думаю Довольно популярный вопрос Что ты думаешь О вводе Нормальной Внутриигровой торговли Возможно ли это В рамках существующей игры И как Если что Это может быть Реализовано Во второй части Ну или в первой Я думаю что Текущая торговля В пое Уже очень сильно устарела Она как бы Является таким Атавизмом Но насколько я знаю У разработчиков Такая философия Что они больше Фокусируются На контенте И они не хотят Очень сильно Делать Торговлю Удобной Почему Они воспринимают Торговлю Как один из способов Получения шмота Для персонажа И с их точки зрения Есть например Способ крафт Есть способ Выбить шмот Когда ты Просто фармишь Мобов Карты, локации И все такое А можно получить Через трейд И они считают Что трейд Это слишком Легкий способ Для получения шмота Поэтому стараются Бафнуть как раз Крафт И гринд Что из этого Выйдет Я не знаю Посмотрим Но какое-то Улучшение торговли Определенно хотелось бы Увидеть Причем Из-за того Что торговля Не сильно меняется У нас сейчас Идет такая Тенденция Игроки переходят На соло режим Очень сильно Соло режим Это где нет торговли Отдельный Специальный Там ты по сути играешь Только сам собой И вот у нас как раз Идет отток в ту сторону Из-за этого В нашем подкасте Мы традиционно хвалим И ругаем игру Начинаем мы с минусов Я скажу так Для меня Path of Exile При всех ее прелестях Это один большой Сплошной день сурка Но это исключительно Имха Потому что я Не погружен В процесс совершенно Ни разу не осуждаю Но вот у меня Как-то так Что ты скажешь Про минусы Мы кстати Немножко уже упомянули В самом начале Ну про день сурка Тут дело в том Как посмотреть И какие жанры игр Больше нравятся Потому что например Я не очень люблю шутеры Я могу сказать В принципе что Допустим Какой-нибудь Call of Duty Или Counter Strike Это тоже день сурка Потому что ты Появляешься на одной И той же карте Бежишь по туннелю Стреляешь Потом стреляют тебя То есть мне кажется Это больше Зависит от взгляда Кое Из минусов Я бы наверное Выделил Это одновременно И минус И плюс Минус В упертости Разработчиков Как раз то Что мы чуть ранее Говорили Что очень Большая часть Комьюнити Просит их улучшить Торговлю Но они стоят На своем Одновременно С этим Это и плюс Потому что Это позволяет им Делать то Что они хотят И не сильно Каким-то там Тенденциям Или трендам Пытаться соответствовать Они просто Стараются сделать Хорошую игру И это уже Практически Мем Это баланс В пое Это Можно сказать Минус Дело в том Что В игре Такое количество Билдов Классов Вариаций То есть Их реально Сотни И все это Отбалансить Очень сложно Разработчики Пытаются Иногда получается Не очень Иногда лучше Поэтому Тут от каждой Отдельной лиги Зависит Когда-то Это можно назвать Минусом Когда-то Плюсом В принципе А все остальное Ну мне даже Ничего не приходит В голову На самом деле В остальном Плюсы Значит Вот мы как раз Таки сейчас Переходим К плюсам И так как Я не специалист Тут тебе Полностью Все карты В руки Лично для меня Уже одно то Что игра Существует Столько лет И до сих пор Пользуется спросом Это огромный плюс Мало того Что пользуется спросом Постоянно Становится Более популярным Так что да Плюсы Ну опять же Вариативность Для меня Например Если вы играли В какие-то В любую Абсолютно любую Экшен-РПГ Которую можно Где угодно найти Там с 90-го года До наших дней Есть определенный Спектр билдов Ну или там Способов сбора Персонажа Там что-то Находят Но вот Их какое-то Количество И люди В этом играют Пое Это постоянно Меняется Недостаток В том Что ваш билд Который вам Понравился И полюбился Могут занерфить Неожиданно Как у нас Вот произошло В последнем Дополнении Как раз Мы сейчас Ждем очень много Нерфов Преимущество В том Что все Меняется Появляются Новые билды И вы можете Попробовать себя В чем-то Чего вы Раньше Не делали Совершенно Если вы катали Всегда на лучниках И тут вы видите Что например Бафнули Миришников Или каких-нибудь Кастеров Конкретных И думаете А можно Попробовать Она мотивирует Постоянно Что-то новое Пробовать Ну по плюсам На самом деле Много чего Можно сказать Я думаю Тут нужно смотреть Смотря в каком Аспекте Какой нас Аспект Больше интересует Да вообще В целом Мы же в целом Про игру говорим То есть Мы Не будем Уходить Глубоко Куда-то В механике Мы там Допустим Что их просто Овер дофига И Любой по сути Человек Которому Не чужд Жанр фэнтези Скажем так И рпг Найдет Чем заняться В этой игре То есть Ну вот Допустим В таком ключе Ну я бы сказал Вот то что мы Обсуждали чуть ранее Про нагромождение Механик Да Это одновременно Как можно заметить Является и минусом И плюсом Да Это так Да Плюс в том Что ты можешь Выбрать что-то Интересное для себя У тебя нету Конкретной кореи Занимайся Этим Если тебе не нравится Этот способ фарма Ты берешь другой Идешь там С кард Переходишь в какую-то Лигу и так далее Это одновременно И плюс и минус Определенно Ну и для меня Существенный плюс В том что Игра никак не завязана На донат Опять же Донат очень щадящий Игра фритуплейная Ты можешь буквально Прямо сейчас Пойти на сайт Скачать ее И получать Сто процентов Контента Вот этого Огромного Количества контента Которые постоянно Пилят разработчики Это не какая-то там Альфа-бета-версия Ты становишься Полноправным игроком Моментально И абсолютно бесплатно Вот это мне тоже Очень нравится Потому что это позволяет Растить комьюнити А для меня Для меня как стримера Это важно Конечно же Давай мы Немножко расскажем Про вот эту лигу Которая Ну будем говорить Что уже стартовала Вот Потому как Наши зрители Наши слушатели Когда будут Это все Лицезреть И воспринимать По сути Лига уже стартанет Что будет нового Что интересного Я слышал Что довольно глобальное Это обновление Там будет Да Цикл примерно такой Где-то 2-3 лиги То есть Каждая по 3 месяца У нас выходит Среднего размера патчи Но Нужно понимать Что этот средний размер Даже от одной Самой проходной лиги Там обычно Контента больше Чем в других РПГшках Может выйти Там за несколько лет За 5 лет Например И Сейчас у нас Более крупное Дополнение стартует Помимо стандартной Лиги у нас Появляется Новый Убербосс Там еще завозят Реворк Подклассов Это кстати Тоже очень важно Мы буквально там Сидели перед стартом И несколько часов Разбирали эти подклассы Новый Убербосс Это такая тема Которая Занимает По игроков Обычно На несколько месяцев Как минимум Потому что Вокруг Убербосса Очень много Завязано Обычно По экономике Там по фарму Стартуют Какие-то гоночки Кто первый Его убьет На хардкоре На софте Я например Играю все время На хардкоре Это Когда Если тебя убивают Твоего персонажа Ты его полностью Безвозвратно теряешь И тебе нужно играть заново Качаться заново Все заново проходить Мне нравится этот режим Потому что он позволяет Чувствовать Лучше игру Больше эмоций Получать И одновременно Стараться Не совершать ошибки Ну и собственно Что у нас там еще Много всяких Мелких штук Просто если я сейчас Начну говорить Что там добавили Там 15 тюников 13 по-моему Годальных карточек И так далее Вряд ли слушатели Нас поймут Просто большая пачка Контента Ну я к чему То есть у нас Как раз финальный вопрос Стоит ли играть В Path of Exile В 2021 году Это традиционно Наш вопрос И почему Если стоит То вот здесь Как раз таки Так совпало Что и лига стартовала То есть мы Можем как раз таки Смотивировать людей Взять и попробовать Или вернуться Допустим в боя Ну в любом случае Давай ответим На этот вопрос Стоит ли играть В 2021 году В Path of Exile И если стоит То почему Я могу сказать Что если вам нравится RPG жанр И в частности Action RPG Вам определенно Стоит хотя бы раз Попробовать поиграть В Path of Exile Говорю как человек Наигравший Не одну тысячу часов В различных играх Ничего похожего По экспириенсу По ощущениям Вы не найдете На рынке Сейчас Это просто Без конкуренции Ссылка на канал Чистера Будет в описании К этому видео Что же касается Path of Exile То как вы теперь знаете В игре Вышел масштабный патч И новая лига Отголоски Атласа Так что Если думали ворваться Сейчас самое время Не забывайте Также поставить лайк Или дизлайк К этому видео Поделиться им с друзьями Оставлять свои комментарии Прожать колокол Чтобы быть в курсе Выхода нового контента И подписаться на нас Везде Если еще не подписаны С вами был Мадлер Это портал Гохару Еще услышемся Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok